ну что всем привет ребята вы как всегда на канале кулинарная тема сегодня ребята я хочу продолжить плейлист копчения и поставить себе задачу немного посложнее в плейлисте копчения у меня уже есть африканский сом копченый у меня есть копченая скумбрия у меня есть копченые куриные голени и сегодня ребят хочу закоптить свиные ребра свиные ребра я ни разу не коптил получается они меня будут коптиться где-то в районе двух часов это первый такой длительный как опыт копчения у меня сегодня будет давайте посмотрим на ингредиенты которые нам сегодня понадобится понадобится нам конечно же сами свиные ребра здесь у меня килограмм вот такая вот ленточка здесь мы потом зачистим это я все вам покажу понадобится нам щипа взял я грушу замочил я ее ребят в яблочном соке не просто в воде а в яблочном соке она где-то у меня уже часок замачивается чтобы хорошенько пропиталась потому что еще раз повторюсь коптить я буду в районе двух часов так дальше специи опять у меня будет сухой маринад я взял сегодня мяту сухой чеснок гранулированный сладкая паприка молотый кориандр к и каенский перец или наоборот как то вот это по моему паприка это каенский перец так соль нам понадобится черный перец для аромата возьмем и вот такая вот у меня есть штучка с яблочным соком буду я брызгать эти ребра сверху чтобы они у нас не высыхали и так ребра немножко обсушим и заодно зачистим сразу здесь у меня килограмм начну я с малого а вдруг не получится кто знает это же ведь эксперимент так и вот этот жирок зачищаем в этот раз я на дно положу на дно казана положу щипу и еще сверху хочу я положить что-то типа тарелочку из фольги сделать потому что ребра они будут во первых коптится долго они будут капать и у нас там все будет тухнуть сама щипа поэтому я хочу попробовать сделать так так вот эту пленочка конечно же можно даже я думаю не говорит все ее прекрасно знают ее надо убирать если это получается сразу это очень хорошо если нет то придется немножко помучится но мы же хотим ребра ребят промариновать хорошенько до обсыпать специями и чтобы они проникли вовнутрь обязательно нужно ее убрать если это не получается руками можно поддеть салфеткой просто руки скользят так вот она хорошенько убирается так сюда в специи мы добавляем черный молотый для аромата и соль на килограмм я думаю вот две щепотки нам будет достаточно и все это перемешиваем мята ребят здесь обязательно нужно она даст очень классный аромат своих специях я тоже использую мяту если вы смотрели предыдущие ролики с использованием моих специй то вы знаете то что там составе есть мята берем ребра и посыпаем обильно специями с обоих сторон самое главное вытереть на сухарёбрышки чтобы мясо не было сырым но смысле моком смотрите как красиво это уже выглядит здесь то что осталось можно собрать на бока приклеить ну вот смотрите друзья что у нас получилось вот такие вот обсыпанные красивые ребра сейчас они у лежат минут наверно пять хотя бы потом будем закладывать их в казан ну и будем продолжать уже дальше открываем нашу чудо коптилку и смотрим так не получается значит делим пополам делим пополам здесь какие специи остались еще на срез добавляем раз вот так вот получается и 2 еще разочек перемешиваем получается она мне где-то уже полтора часа наверно замачивается посмотрим если надо будет еще и еще подкинем получается сейчас вот так вот две горстки пока закидываем здесь вот сколько-то осталось в принципе давайте это можно тоже на закинуть сразу я думаю чтобы так побольше было и и еще где-то пару горсточек замочим на всякий случай вдруг придется добавлять но если не придется ее можно потом просто высушить и использовать следующий раз в этом ничего страшного нет потом еще по больших денег не стоит так это есть теперь мы ставим решетку и нам нужно сделать такую штучку из фольги чтобы так но возьмем вот так чтобы капала это все дело в фольгу 2 вот так три слоя возьмем чтобы как-то было поэффективнее блин ветер задолбал так просто края сгибаем такую тарелочку делаем импровизированную чтобы были бортики чтобы сок у нас не вытекал на щипу самый раз ставим ее вот сюда и ставим наши ребра сверху отлично все ребят сейчас идем разжигать учак и продолжим огонь у нас уже горит ставим казан точнее коптилку как всегда сейчас ждем пока из под крышки пойдет дым пока не заслонки не закрываем как пойдет дым отсчитываем час через час заглянем посмотрим что там происходит если нужно будет времени добавим времени если не нужно то есть все будет как-то так ждем прошло ребят у нас 7 минут дым из под крышки пошел сейчас закрываем заслонки где-то наполовину и на умеренном огне будем готовить наши ребрышки прошли у нас первые 25 минут давайте откроем нашу импровизированную камптильня ребята смотрите сколько сока там внизу хорошо что я поставил эту фольгу и побрызгаем яблочным соком наши ребрышки прошло у нас ребят еще 10 минут давайте еще раз сбрызнем процесс идет прошел ребят у нас в общем час давайте глянем что у нас там происходит о какие ребрышки у нас получаются но видок нет честно говоря нравится косточки уже торчат а всего лишь прошел час так что я думаю еще минуток наверно двадцать двадцать подержим и в принципе блюдо наше будет готово прошло у нас еще десять минут я хочу перевернуть ребят ребрышки и сбрызнуть их с этой стороны смотрите какие они аппетитные косточки торчат вот так вот закрываем еще на 10 минут и блюдо наше будет готово будем нет не будем дегустировать им еще надо проветриться так что проветрим ну короче дальше все увидите прошел у нас ребят час двадцать ребрышки наши готовы давайте сейчас пойдем посмотрим что у нас там происходит в казане и как раз оставим их на проветривание где-то еще на часок щипы это ребят не хватило я вот тут замочил еще но она мне не пригодилась то есть щипу который я заложил изначально мне ее хватило это щипа я просто вытащу высушу и буду использовать на следующий раз так давайте глянем чего у нас тут творится ох ребята вот это да вот это ребрышки сейчас оставляем их без крышки еще на часик наверно пусть они хорошенечко проветриться потому что они сейчас очень сильно пахнут дымом сейчас они у нас проветриться как раз на улице и потом уже будем дегустировать прошел нас ребят час аромат стоит просто на всю улицу мы уже хотим кушать давайте нарежем наши ребрышки и обязательно их продегустируем вот это аромат упала вот смотрите что у нас внутри пахнет ребят это просто бомбически я не знаю еще как сказать на самом деле очень вкусно ну что друзья где будто где кутаться к дегустации мы готовы с пенным напитком ребрышки давайте пробовать готовы они бесспорно специи ребят офигительные просто прям шикарно подходит единственное опять у меня получилось что-то не не то с температурой они немножко высохли хоть я их и брызгал яблочным соком но давайте вот так все вот а нет смотрите здесь очень даже сочно у кости ну все равно температуру надо было держать немножко поменьше да короче ладно ребят мы будем кушать подписывайтесь на канал ставьте лайкосики делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях можно даже в ватсапе поделиться ребят в контакте в одноклассниках в ватсапе в вибере в вайбере точнее где угодно ссылки на соцсети все будут в описании также список и количество ингредиентов тоже будет все в описании всем пока ребят до новых встреч которая она 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 Продолжение следует...